Ветер в паруса, драйв в скорость. Участники со всей России увидели север Байкала, заглянули в самые заповедные уголки Бурятии. Маршрут составил 800 километров. Спортсмены вышли из бухты Монахова, прошли Довшу, Фролиху, завернули в Севербайкальск и финишировали на Ольхоне. Люди разные, но они одни и те же по своим ценностям. Все люди взрослые, путешествовавшие очень много и много чего видевшие. И осознанно выброшенные формат яхтинга для того, чтобы посмотреть Байкал с воды в тех заповедных местах, куда никак по-другому не добраться. Романтика парусов, а каждого из них привлекает. Поэтому, резюмируя по тому, кто они, это прежде всего отъявленные романтики, которые идут за туманами и за запахом тайги. Тем более, что на север. Яхтенный спорт – это не только возможность испытать себя на прочность, но и увидеть Байкал таким, какой он есть. С закатами и восходами, с солнцем и бурями. Впечатление от Байкала масштаб. Вот, ну прям масштаб. Вот я даже не знаю, как это описать. Просто вот куда ты не повернешься, вот, я не знаю, справа, слева. Ну, природа, она прям действительно окружает. Вот, и ты себя чувствуешь, что ты, на самом деле, ты в ней, и она в тебе. Паруса – это большая любовь. Я очень хорошо себя чувствую под парусом, на лодке, и кажется, что это такое качество ощущения, качество счастья, которое больше нигде не получается испытывать. И на Байкал очень давно хотелось, и вот я очень рада, что наконец-то здесь. Я как художник любуюсь все время. Все делают дела, а я торможу и смотрю по сторонам. Вот, мне очень нравится. Но главное в регате – это несозерцание. Пройтись под парусами на большой скорости и обойти соперника – основная задача. Здесь учитывается все – стратегия, скорость ветра, слаженность команды. Многие это действие сравнивают с игрой в шахматы. Это, знаете, больше напоминает преферанс. Да, потому что всегда появляются новые вводные. В шахматах вводных нет. То есть у тебя есть конкретная позиция, конкретные условия и конкретная логическая цепочка для того, чтобы выиграть. Да, там разные тактики и тому подобное. Это здесь все тоже присутствует. Но вот как от карт, от преферации, от покера иногда вылетает что-то такое, что как бы новая составляющая, новая переменная, которая начинает быстро очень меняться, и ты должен постоянно принимать правильные решения. Отличие этой регаты в том, что в ней принимают участие как профессионалы, так и новички. Не сразу все научились отличать грот от спинакера или шкот от фала, но постепенно все получилось. Главное слушать капитана. Если вот о чем-то говорить, так это капитане. Я даже не мог себе представить такого капитана, потому что как он нас вообще терпит. Я бы всех давно уже за борт скинул, серьезно. А он такой спокойно объяснил, такой все хорошо. И так каждый раз вообще. Я накосячил, а он все равно, потому что нормально все. В общем, хороший человек. Движуха полная, особенно когда лодку чуть-чуть наклонила, тарелки полетели вместе со стаканом, и пришлось их на ходу подбирать. В целом все замечательно, все хорошо. Классно, когда она реально так кренится, да? Кренится, да. И слышишь только стреск. Ой, это было сегодня очень феерично, потому что мы шли по прямой. Была очень мощная скорость хорошая. У нас был шкипер просто бомбический. Он математически вычислял, каким образом нам нужно попасть в цель. И мы выбрали правильный курс, потому что мы пришли вторыми. Вчера была другая опять гонка. Мы обходили вокруг камней. Сегодня мы шли по прямой, а вчера вокруг камней. И был момент поворота, в котором мы проходили между камнем и другим судном. И это было очень страшно. И знаете, я в этот момент поняла, что как хорошо, что я ничего не понимаю из того, что происходит. Потому что капитан говорит, что там что происходит, что делать. А я просто тянула канат. И меня это как-то вот немножечко спасло от такого сильного адреналинового выплеска. Но только потом я осмыслила, что мы в принципе были в такой достаточно интересной ситуации. Сегодня было замечательное действие. Могу сказать на удивление то, что мы вчера победили. И сегодня это ни о чем не говорит. Это настолько замечательное явление яхтинга, что сказать, что у нас самая крутая лодка, это ерунда. Нужна и лодка, и команда. И самое главное нужен фарт, везение по ветру. Правильно рассчитать траекторию движения – это великое дело. Сегодня мы отстали чуть ли не на 15 минут, где мы вчера, грубо говоря, выиграли. Регата собрала удивительных людей. Это были не просто спортсмены-любители, а яркие личности. Вот наш костер. Здорово. Тоже костер, наверное, никогда не рисовала. Это бухта змеиная. Вот в змеином там какой-то пахомыч стоял чудесный. Беринг, дождик пошел. Через то, что я рисую, у меня все это откладывается. И люди, которые вокруг, вообще все, атмосферка, это обстановка. Какой-то способ, наверное, время затормозить. Не знаю, а потом вспомнить об этом. Остановись мгновение. Потому что так все мимо как-то мелькает, мелькает. Нет, конечно, фотографии хорошо, но вот если я нарисовала что-то, все. И у меня потом, вот я смотрю на эту работу, у меня прям погружение в этот момент. И я вот сразу начинаю вспоминать, ой, извините, что было рядом, что там еще происходило. Вот прям мне это очень нравится. Наверное, да, это какая-то медитация. Мы находимся в Довше, в переводе с венкийского. Довшаар – это открытая местность и луг. Здесь находился научный поселок. Здесь проживало 112 человек. Сейчас, к сожалению, здесь всего проживает 12. Это сотрудники Брагузинского заповедника и метеорологи. Сейчас мы пристанем и посмотрим, как они живут. В местности Довша гостей встречали не только инспекторы, но и животные. Если раньше выходил один рыжий лист, то в этом году к нему присоединилась подруга. Так она пришла сюда, значит, в ограде, все исследовала, поднялась по лестнице, фактически на крышу, на эту веранду, спустилась вниз тут. Все везде, ну, очень такая любопытная, все исследует. Замка появилась зимой. Вот, я вам привел ее здесь, явно привел показывать. Почему так кажется, что он привел ее показывать? Да. И, в общем-то, с апреля месяца они тусят периодически. Мы их видим, и уже к лету уже обнаружил гнездо. Лиса! Украдет, нет? Это не твое вообще. Тебе не по вкусу. Если она схватит кусок сала, то она убедит. Гонка гонкой, а обед по расписанию. Увы, но это выражение не соответствует действительности. Спортсмены забывают обо всем, даже если нет ветра и приходится ждать часами. Но когда все заканчивается, никто себя ни в чем не сдерживает. Одно из любимых блюд – сагуда и свежепойманная рыба, приготовленная по особому рецепту. Главное по кухне – Елена Московских. Нравится, когда все вкусно, и видишь радостные, сытые, довольные лица. Это же кайф. Тем более, когда они пробуют блюда, вот из такой замечательной нашей байкальской рыбы. Сегодня у нас уха. Рыбацкая. По рецепту, как готовил у меня отец рыбак, не жидкая уха, бульон, а вот именно уха такая вот, питательная. Лучок, зеленушечки и уха готова. Для нашей съемочной группы участие в регате также стало настоящим испытанием. Нас взяли матросами в экипаж команды яхты «Эверест», где мы познавали все азы морского дела. Несмотря на то, что капитан не особо верил в наши силы, экипаж в своем дивизионе занял второе место. Но главное – это не победа, а пройти под парусами, увидеть уникальную природу Северо-Бурятии, познакомиться с интересными людьми. Всегда приятно, когда люди видят что-то красивое, да, и это отражается у них на лицах и передается всем окружающим. Оно же позитивное, оно так же, как негативное, заразное. И очень важно, что ты несешь в этот мир. То есть я думаю, что яхты не несут как раз вот красоту, доброту, какую-то, может быть, даже нежность, когда люди со стороны смотрят. Всегда вспоминают аллы и бруса, да? Проблема одна. Вот не хочется уезжать. А остальное – все терпимо. Вот хариус, вот другие штучки. Мишки-бедведики, лисички, рыбки, птички, орлы, орланы, кукушки. Кукушат. Кукушат. Люди хорошие, все душевные все. Не хочется говорить заморская синергия. Это дружба, простая морская дружба. Когда ты чувствуешь, что это твоя команда, что это твой экипаж, что тебя слушают, что ты, несмотря на то, что не такой опытный моряк, твое участие действительно важно. И вот эта общность, это единение, как мне кажется, это залог успеха, залог победы. Участниками регаты пройдено 450 морских миль. Порван не один парус, увидено немало нерп, медведей и лис. Но самое главное – это впечатление. Впечатление от нетронутой природы Северобайкала, белоснежных яхт и надежных друзей, которые собрались со всех уголков России. Надежда Холстова-Немароднаев при содействии Министерства туризма Бурятии и морского клуба под парусами. Продолжение следует...